на библейский портал экзегет пришел очередной вопрос в чем секрет успешной миссионерской деятельности вы знаете вот когда совершается память мучеников то в церкви читают священное писание евангелие и там господь обращаясь к своим ученикам говорит не думайте о том что вы будете говорить в момент гонений это обращая обращение именно в тот момент когда люди которые относятся к христианам с ненавистью начинают свои гонения и вот христос говорит не думайте о том что вы будете говорить потому что дух божий будет говорить вас в этом заключается секрет миссионерской деятельности но что это значит значит ли это что человек не должен никак готовиться и он не должен как бы узнавать что новое для того чтобы вот тем что он узнал делиться с окружающими людьми конечно же нет почему потому что тем самым он как бы показывает если он не готовится если он не трудится что ему на самом деле это не интересно для него это не важно и конечно господь тем людям которые не трудятся он но не помогает поэтому мы стараемся во-первых трудиться мы во-вторых стараемся молиться потому что молиться тоже имеет огромное значение и если мы посмотрим на миссионеров разных эпох будь то апостолы или другие святые он может быть с тем миссионеры которые просвещали жителей дальнего востока в девятнадцатом веке восемнадцатом веке то они всегда говорили о важности молитвы это второе вторая составляющая ну конечно мы должны помнить что есть промысел божий иногда человек может быть еще не готов услышать те слова которые мы ему говорим и может быть он как бы отнесется к нашим словам даже может быть правильно произнесенным ну и без какой-то положительной реакции но если мы будем помнить о том что собственно вот эта миссионерская деятельность это не просто наше желание или наше решение а это заповедь которую господь оставил нам каждому христианину если мы открываем последние строки евангелия от матфея то там есть это заповедь и так идите научите все народы крестя их во имя отца и сына и святого духа то есть получается братья и сестры что у каждого христианина есть такая обязанность быть миссионером но опять же миссионерство может заключаться в том что мы ходим и кому-то что-то рассказываем а иногда может быть миссионерство которое мы совершаем своими делами своей жизнью и человек вот например проживая многоквартирном доме он ведет себя как христианин и люди которые живут рядом с ним в соседних квартирах они думают а вот кто же этот человек в чем же заключается тайна его жизни почему он так поступает и через это они начинают приходить ко христу поэтому миссионерство может быть разным миссионеры могут быть разными опять же мы вспомним святую монику мать блаженного августина вроде бы она за десять лет привела к православию только одного человека но какого человека того о ком знают во всем мире тот кто написал такие важные труды христианские апологетические через которые люди приходят в православие но она привела только одного а как она привела через молитву и через любовь поэтому если в нас будет любовь любовь к богу любовь к ближнему если в нас будет молитва если мы действительно будем молиться а что значит молиться это значит доверять богу значит верить в то что господь может нам помочь в тех или иных ситуациях когда мы с кем-то общаемся с кем-то разговариваем то может быть тогда и не нужно будет для нас каких-то там высокопарных слов а достаточно будет просто поделиться своими переживаниями своей верой и человек услышит нас и в тоже будет заключаться наше миссионерство поэтому миссионерство это часть христианской жизни и как жизнь любого христианина она очень сокровенно и индивидуально так и миссионерство в жизни каждого человека тоже очень индивидуально внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и